Доброе утро, ребята! Всем доброе утречко! Мы только проснулись. Завтрак, ты меня сильно много не снимал, я только-только проснулась, ребята. Завтрак у нас, как обычно, бутербродики, доедаем шаповаловские вкусняшечки. Я же говорю, что вы думали, надолго нам хватит колбасы? Да нет, мы так уверенно, быстро все съедаем. Сальтисон у меня, у папки колбаска, типа такая салями тверденькая. И доедаем уже последнюю аджики, последняя тарелочка. Лена на завтрак ничего не хочет, она будет йогурт. Количина, очень вкусный, кстати. Вот нарисована вишня, и там кусочки вишни, прям половинки. Интересно, детям такое нравится. Прикольно, да. Все, так что, ребятки, день начинается, сейчас завтракаем, просыпаемся. Собаки ровно улицу выводим, и все будет хорошо, день начат. Да, нам сегодня с бабкой тоже еще по делам надо сходить там. Да, 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 помнишь, что вам звонили. Так что, давай, давай кушать и пить чай. Там у меня что-то в чашки плавает. Вроде чашку помыла, что-то какая-то белая штучка. Муха может? Нет, я ее видела, какая-то белая штучка, я вот теперь копаюсь, не могу ее найти, не хочу с ней пить. Раздавленная муха, если белая. Нет, нет, у меня пища вчера. Кстати, все равно к кухне мошка залетела. А, Лена бежит, мама, я себе чайное наливаю, и в чашку что-то упало. Говорит, комар, комар. Да ладно, какой комар, зима, блин, еще. Ну, ладно, первый день весны. Вот. Пришла мошка обычная, ну, мошка уже. Вот так вот. А мухи давно и зимой были. Ну, мухи у нас, у нас такая зима, что у нас. Говорю, меня долго не снимать, я сама базарь. Комары могут летать. Да, все, папка, садись, да, на завтрак. Доченька наша уходит гулять. Ее уже ждут. Ты телефон взяла? Да. Все, давай, пока. А где гулять будем, поговорить? Не знаю. Блин, а что это швей открытая? Нет, не открытая. Ну, где? Да там тепло, мать, ну, черт. Там весна. Денек сегодня вообще теплый, ребятки. Прям теплый. Небо не чистое, а какая-то дымка. Но все равно тепло офигенно. Весна, Саняка. Весна. Надо поехать, ребятки, масло забрать. Хотя машина не жрет масло у меня. Но я люблю, чтобы запас был привык уже так ездить. Чтобы какой-то запас у меня лежал на всякий случай. Сейчас у Сереги подъеду. Литр масла у него есть. Вот я его и заберу. Забрал я масло у Сереги. Пойти надо бандану обновить, купить. Сейчас посмотрю, какие там есть у них. Вот он наш рынок. Вот он, родной. Так, ребятки, шок. Новый день. Я уже третий день никак не могу приготовить винегрет. У меня же тут свеколка есть отварная, картошка. Сейчас я забабахаю салатиус. Ой, короче, блин, низко застряло. Сейчас, подождите, низко застряло. Вот. Короче, прикол, объяви... Ой, что-то меня плохо видно. Сейчас, подождите. Одну секунду. Вот так вот я немножко поверну, поверну. Опа. Чтоб меня было видно. Надеюсь, я буду без головы или не без головы. О, нормально. Короче, объявили, что у нас в городе этот карантин. В связи с тем, что в городе много людей, ой, детей именно, среди детского населения много болеют, решили сделать до 10, с 3 по 10 февраля карантин во всех общеобразовательных заведениях и меж каких-то там, короче, образовательных, не знаю. Но прикол в том, что в художку ходить надо. Вот спрашивается, а к чему тогда карантин, если много детей, что художественная школа, школа искусства, это не большое разве скопление народу, детей? Чёрти чё. Представляете? Я не знаю, может, учительнице позвонить, спросить, как это так. Ну, Лена вчера спрашивала, она говорит, нет, типа, школа искусств, это не касается, ходим по обычному распорядку. Лена сейчас пошла на улицу гулять, не знаю, придётся идти или чё. Она и так много пропускает художки. Короче, непонятно, непонятно. Так, горошек я добавлять не буду, а у меня его даже нет, но мы не любим с горошком винегрет. Очень вкусно получается с кукурузой, но у меня нет кукурузы. У меня, вернее, есть, она замороженная, но я не хочу добавлять её. Главное, солёные огурчики. А солёные огурчики у нас, вернее, квашеные или маринованные, я не помню, какую баночку я открыла, кладу или на меня, шаповаловские огурчики. Вот как раз сделаем винегретик, очень вкусный. Винегрет вообще полезный такой салатик. Витаминки. Конечно, лучше всего салатики, чтобы получить витаминки, кушать в сыром виде, не отварном. Вот как Андрюха Вдовин любит, типа, из капусты, там, ещё что-то. То есть, если добавляете морковку, то в сыром виде там больше всего витаминов. А когда варим, они витамины улетучиваются, короче. Но всё равно. Главное, чтобы он был без майонеза. Хотя, видите, я винегрет делаю, а Серёжка потом себе его смешивает с майонезом. Он только с майонезом кушает салаты. В том числе и винегрет. Ну, ничего страшного, я маслом заправляю, а он всё равно потом себе в отдельной тарелочке. Ещё бодяжит с мононезом. Так, да что волосы мне лезут. Нарезаем свеклу кубиком. Кубиком, кубиком. Так, погода хорошая. Надо сегодня мамке куда-то выбраться. На свежий воздух пройтись. Я вообще собиралась на рынок. Поэтому кое-зачем надо. Ну, что-то я как-то никак ещё и не собралась. Думаю, на обед охота винегретика я сейчас сделаю. А потом, если что, схожу на рынок. Хотя уже время час дня. Да вообще пролетело. Но мы, правда, встали почти в 10. В 9.30, по-моему. Долго спали. Я ещё забыла, короче, вчера будильник убрать. Он у меня прозвенел. В 6.30 утра. Я его успешно выключила и легла дальше спать. А что, школу-то не надо, можно и поспать. Лена, я же вчера забыла сказать. Лена вчера, вот тоже она поужинала. Нажерлась эти спагетти с курицей. Потом ещё полирнула всё это йогуртом. Потом она ещё просила мивину. Я не дала ей. Говорю, подожди, зелёный борщ. Короче, и ушла в комнату. Проходит минут 15. Думаю, что-то она тихо сидит. Наверное, опять рисует. Захожу, ребята. А она укрылась, спит. Сопит, как суслик. Ну, я выключила ей телевизор, выключила свет и всё. И это было время полдевятого. Ребёнок с полдевятого лёг спать. Она, видно, устала. Наелась её, разморила. И, короче, так она вчера зелёного борща уже не дождалась, не поела. Так что сегодня на обед будет кушать. Винегрет она, кстати, не сильно ест. Не знаю, может, многие дети не любят винегрет. Я тоже в детстве не очень его любила. Мой самый любимый салат в детстве был это оливье. Селёдка под шубой нет. В детстве я не очень его любила. Уже в более старшем возрасте я раскусила, что такое селёдка под шубой. Короче, оливье самый основной. Даже крабовый. Я до сих пор не так люблю салат из крабовых палачек. Не знаю, что-то он мне как-то не лезет. И вообще я обожала, но мы ели раз в году салат из печени трески. Ну как салат, там в принципе добавлялись только яйца, печени трески и лучок. И чуть-чуть майонеза по желанию, как я делаю сейчас. Вот это мой самый-самый любимый салат. И чтобы вы понимали, мы кушали его раз в году на Новый год у бабушки. И это была такая маленькая пиалочка. И всем по ложечке от этого было салатика. Вот я целый год ждала, чтобы поесть этого салата. А его в принципе много не съешь, потому что он жирный такой, сильно сытный. Так, картофан. У меня ещё есть отварной. Он какой-то чёрненький, я всё это дело обрезаю. Морковка у меня отварная есть. Короче, всё есть, ну вот кроме горошка. Будет очень-очень вкусно. Что, ребята, уже весна прям чувствуется. Прям весенние деньки. Единственное, что ветер. Вот ветер какой-то непонятный. Не было бы этого ветра, я вам говорю, можно было бы уже ходить прям в осенних куртках. Но так как ветер приходится ещё, ну, в многих шапках ходит. Лена ещё в шапки ходит. То есть такой прям форывистый ветер какой-то. Сейчас ещё немножко распогодится, потеплеет. Да надо уже делать наезды на дачу, выезды. Мы хотим там развести там, знаете, как ветром мусор по это сам, поразмостила по огороду. Короче, заехать, купить какие-то пару пакетов больших или мешков, или что. У нас очень много, сейчас картошку найду, ребята. Очень много на даче всякого ненужного мусора. Даже в плане того, что какие-то старые ненужные миски. Впрочем, мне балкон тоже развести надо. Какие-то тазики, миски, которыми они стоят несколько лет, я ими не пользуюсь. И на даче они не нужны. Надо и балкон развести, и дачу. Вот в плане какие-то старые чайники, которые там полуполоманные. Я хочу вот это вот всё повозить. Потому что с годами оно всё накапливается, накапливается. Сарай у нас завален. Какие-то коробки. Ну, потому что коробки храним как бы. Вот у меня на балконе даже стоит от духовки вот эта вот коробка. Она огромная, мне пол балкона занимает. А не выкидываем, потому что аж гарантия. Гарантия там сколько. То есть нельзя выкидывать, иначе гарантия не будет действовать. И вот так же, короче, в сарае. От обогревателей, от компьютеров. Эти все просто коробки. Надо пересмотреть, какие уже гарантии пришли. Да повыкидывать по этой самой, или макулатуру в школу поздавать. И сарай вот завален всякой вот этой древеденью. Старая микроволновка там стоит. Ну, её, конечно, жалко выкидывать. Вот так вот мы их собираем, собираем, копим вот этот вот весь хлам. А на самом деле не пользуемся. Эта старая микроволновка у меня там в сарае лежит уже, наверное, 3 года. И что, мы будем её чинить, будем пользоваться? Я не знаю. Там что-то какая-то штучка перегорает, контакт. И стоит, и сделаем. Так, сильно много картошки не надо. Достаточно будет и так. Тоже кубиком-кубиком порежу. Даже можно было меньше картошки. И, короче, да вообще и квартира вся захламлена. Как-то сгадаем. Я говорю, Серёжка, сколько мы, этот самый, как мы успели столько нажить с каких-то вещей. Куча, например, одежды, которые мы не носим там. Не носим уже 5 лет, 6 лет. Но она лежит, понимаете. Ну, там что-то на дачу увозим, что-то на дачу пригодятся какие-то старые футболки там в огороде копаться. И оно, короче, накапливается, накапливается. И это просто, я не знаю. Много-много хлама везде. Что на даче, что на балконе, что в квартире. Очень много. Надо делать иногда расхламление. Вот даже у себя, у меня тут, правда, бардак. Открываю. Там куча мисок, которыми, в принципе, я не пользуюсь. Но они стоят. Вот скажите, у всех так? И жалко выкинуть вроде как. А с другой стороны, увезти на дачу? У меня на даче то же самое. Я пользуюсь буквально там двумя-тремя какими-то мисками. Пойти клубничку собрать или салатик сделать. А остальные зачем мне? Ну и, короче, вот такая беда. И с каждым годом эта беда все хуже и хуже получается. А, наверное, у всех так. Мне кажется, особенно женщины-то тут все захламляют. Так, Ленке надо. Лена просит велосипед сделать. У нее там проколото колесо. И второе что-то сдуло. Ну и стоял уже что-то. Надо ей уже наладить велосипед. Она хочет художку на велике ездить. Уже все. Весна пришла. Все подоставали ролики, велосипеды, всякое такое. Надо ребенку тоже, надо папке задать задачу, чтобы... Задание такое, чтобы он сделал. А у нас этого нету насоса такого, ну, ручного. И надо же купить там один проколот, ну, колесо или как, скат, что там, как оно называется, я же не знаю. Надо на рынок пойти купить или что. А они прям там на рынке могут накачать. А как тут велик туда дотащить? Они ж, ну, вздуты, так нельзя его везти. Короче, не знаю. Папке скажем, там, хай разбирается. Что-то делает. Морковочка, морква, по-украински, по-русски морковь, по-украински морква. Так, да-дай. Что-то у меня песенка облака, белогривые лошадки. Что на мне в голове? Бывает, застрянет какая-то песня. Зато это у всех, да? Какая-нибудь заразная песня. И все. Так, ребята. Знаете, что? Знаете, что такое сонный паралич? У кого было сонный паралич? У меня сегодня ночью это было. Я в шоке. Короче, это фигня. У меня второй раз в жизни такое. Один раз было, когда Лена еще маленькая была. И вот сейчас вот второй раз. Короче, это такое состояние, когда ты спишь. Идет именно фаза глубокого там или какого-то там сна. И, короче, происходит такая ерунда. У тебя мозг, ну, грубо говоря, часть мозга проснулась, а те части мозга, которые отвечают за мышцы, за движения, еще спит. И получается такое состояние между сном и уже бодрствованием, да? Ты можешь открыть только глаза и шевелить глазами, а все тело у тебя парализовано. И плюс ты не можешь говорить. Боже, ну, длилось у меня, наверное, минуту где-то это. Но это жесть. И я пытаюсь папке сказать, что-то я ему говорю. А он, говорит, слышал, что ты мычишь. Но, говорит, я не понял, как ты дальше уснул. И я пытаюсь выяснить. А он ничего не говорится, на самом деле. И потом, и выходишь ты не резко, как вы знаете, как сон сниться-сниться, и раз, такой проснулся. Нет. И постепенно начинают все мышцы уже приходить в норму, но это как-то медленно-медленно. О, вроде рукой пошевелил, но она еще такая тяжелая, и как мышцы сведены. Короче, это жесть. Я офигела. Представляете? Вот такая фигня у меня сегодня была. И все, когда ты с этого состояния вышел, у тебя, блин, такое очищенное сердцебиение, потому что идет, получается, ну, как, сильнейшее чувство страха. Не знаю, чувство страха, чувство смерти, не знаю, как объяснить. Это жесть. Почитала я в интернете, почему это происходит. Ну, в первую очередь, это, ну, нервы, так скажем, да, психологические какие-то нарушения. Нарушения. Плюс нарушение графика, ритма дня, там, и так далее. Представляете? Или стрессовая ситуация какая-то была. Вот так вот. Вот это у меня второй раз в жизни. Но их, получается, я читала, есть два вида. Два или три. Я запомнила. Первое, это вот как у меня было, то есть чувство даже присутствия кого-то. Ты вроде проснулся глазами, этот самый, а все парализовано. И у тебя сильнейший страх, то есть мозг как-то, вот у тебя снился сон, снился, снился, и вроде как ты очнулся, но парализован. И мозг у тебя выкидывает много как, ну, адреналина или что, как чувство страха, у тебя защита срабатывает. Вот. А есть другой вид, когда у тебя вот такое ощущение, что, я дышу при этом нормально. А есть другой вид, когда такое ощущение, что тебе селик на грудь. То есть ты не можешь дышать у тебя, ты как будто задыхаешься. То там вообще, наверное, страшно. Но мне не так было, я не задыхалась. Ой, короче, напишите, у кого такое было. И как вы с этим справляетесь. Я надеюсь, что у меня больше никогда не повторится. Но это второй раз в жизни. Первый раз было, я же говорю, Лена еще маленькая была, наверное, ей было годика три. И вот сейчас вот, представляете? Вот такая фигня. Сонный параич называется. Дурдом. С ума сойти. А папа говорит, я слышал, ты что-то мычишь. Ну, и как-то это самое. Дальше уснул. Может, что-то во сне. Говорит, что надо было разбудить, ну, не разбудить, а меня как-то, блин, в чувство провести. Я чуть не поверла, отец. Так, огурцы. Сейчас, ребята, достанем мы огурчики. По-валоски. Вот такая вот баношка. А, я сегодня даже накрасилась. Глазище. Намалевала мать. Так, короче, сейчас все начнут делать винегрет. Да, это обычно Юлька начинает что-то готовить. И все тоже начинают. Давайте, варите, ставьте. Ставьте уже картошку, свеклу. Варите. Будем есть все вместе винегрет. Так, пишут там комментарии, ребятки, что вы так, ну, отстаете от графика. Хочется, чтобы видео выходили прям день в день. Ну, а как, ребята, а куда нам и все? Мы и так выпускаем по два. Мы вчера три ролика выпустили. Нагоняем, делаем. Без дела не сидим. А, ну, написали, что, мол, пропустите три дня и начинайте новое. А куда ж? Оно ж все отснято. Я не могу, а там объемы по 15 гигабайт. Куда я? Мы же снимали, что-то общались, говорили. Я не могу это выкинуть. Постепенно нагоним. А у нас, в принципе, день в день никогда не выходило. Вот, допустим, там, ну, к примеру, сегодня третье число. Прям в этот день за третье число у нас никак не может ролик выйти. Потому что мы же целый день снимаем, а потом полночи монтируем. Оно только на следующий день выйдет, как минимум. Прям день в день это, ну, это невозможно. Это нереально. Вот что такие дела. Нагоняем, ничего, догоним. Так. Огурчики. Ну, я люблю огурчиков, но они классные такие, знаете. Нет, они квашеные. Это маринованные. Маринованные, ну, такие хорошенькие прям, знаете. Не малосольные такие, эх, классные. Вкусняшечие. Люблю огурчиков побольше добавлять. Чтоб была вот эта вот кислинка. Куснячая. И лук обязательно. Можно зеленый, но я добавляю репчатый. Лучок. А что еще сюда? А и все. А и все. Достаточно. Фух, ребята, все. Наговорила, наговорила. Короче, а засольный паралич, напишите мне, пожалуйста. У кого такое было. Как вы справляетесь и что вы делаете. Может, надо успокоительные попить какие-то транквилизаторы. Да. Ну, что, ну, это не короче нервы. Наверное. Что поделать. Жизнь такая. Так, надо Елеше позвонить. Где она есть? Сейчас она, секунду, я возьму. Я возьму телефон. Спрошу у нее, где она есть. Она со Златой гуляет. Так. Сейчас позвоню. Ой. Ой. Упала. 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 А ты, вы идете в художку? В художку? Ну, ты же мне сказала не идти. Здравствуйте. Я спросила, Злата пойдет или нет. Говоришь, наверное, да. А что мне, как учительница, опять будет звонить, Лена? А? А что, Злата не идет? Ну, не знаю. Она только что, Злата, ты идет в художку или нет? Она сама не знает. Ну, здравствуйте. У вас там всего два урока сходили бы. Мам, да ты мне сказала не идти. Да я такого не говорила, Лена, алло. Ты что? Ты что-то путаешь. Не да ладно. Не да ладно. А во сколько вам? На 14.30. А. Ну, все, я позвоню попозже. Хорошо. Давай, пока. Ты мне сказала не идти. Да не говорила я такого. Я повозгущалась, что как это так. Карандина вам в художку. А такой команды не идти я не давала. Там не просто учительница. Мы вот как раз были в поездке. Ехали домой. Учительница позвонила. Здравствуйте. А где Ленову? Она очень-очень много пропускает. Так. Сколько мне огурцов добавлять? Я люблю. Я люблю побольше. Давайте еще немножко. Дети довольны. А может, типа, для них, для детей карантин, это то же самое, как каникулы, короче. У меня камера включена. Господи, включена. И они счастливы погулять на улице. Хотя, вроде, логический карантин. Надо дома, да, сидеть. Нет, просто надо избегать большого скопления людей. На улице там, если они вдвоем гуляют, то ничего страшного. Главное, меньше ходить там по магазинам, потому что, да. Папка, ты? Да. Скажи, а кто еще может быть? Как дела? Нормально, забрал все. Масло забрал у Сереги. Не было Руслана. Я позвонил, он мне не брал трубку. Потом он мне сам позвонил, когда я на рынке был. Ну, короче, блин. Забрал. Хорошо. Молодец. Ты что, подстригся? Нет. А, мне показалось. Ты как в анекдоте на этом, блин. Противогаз наделал. Ты что, брови поищипывала? А, нет, ты просто в кепке. Я вижу, что не то на голове. Ты в кепке, пойду. Ну, я же это и говорю, как в анекдоте, блин. Так, еще лук надо. Сейчас, папка, я салат мини-грет делаю. Умничка я, скажи, скажи. Умничка, Марья. Всем привет. У меня новая кепка. Вот она. А, у тебя новая кепка? Да. Ё-моё. А я не понял, я думала, ты свою надел. Нет. Вот такая классная. Ага. Классная. Она мне понравилась. Я перемерил кучу бандан, блин. А что, были? Конченые. А где ты их нашел? Да, они конченые. На базаре. А черных нет? Есть, но они какие-то, вот как у меня нет. Рассвет как голимая. Да, голимая, как бабушкин платок, блин. Там красные какие-то, крапинки. Я поняла. А это, она сама продавщица говорит, вам вот это подойдет. Я уже 30 лет работаю, и типа, знаешь. Я профи, да? Да. Ну, я померил, да, блин, что-то такое поменялось. Ну, возьму, вот. Нормально. Да, мальчик? Да, хорошо, хорошо. А я, у тебя же типа такое просто есть. Только она не черная, но тогда синтез, да? Или черная? Да, черная. Не знаю, как мокрый асфальт. Ну, поздравляю. Спасибо. А сяковка стоит? 200. Ага. Она потому что с натурального хлопка. Это натуральный хлопок, мать. Я поняла. Отлично, я тебя поздравляю. Спасибо. Папка уже сколько дней, что с ней может постричься, да? Да, что-то не везет. Туда пойдет, там занято, туда пойдет, там это самое. Поздно пришел. Как-то все, не везет. Или длинные волосы может? Нет. Ну, мать, запрещает. Классно, как длинные волосы, не стривешься, ходишь, как, блин, ты собрал. Нет. Я не разрешаю. Взял масло, литр нашего. В машине? Да, хотя у нас не берет масло, но этого. Про запас? Про запас, да. Потому что я езжу, у меня где-то на подсознательном уровне. Потому что у меня когда-то было, что машина стуканула, из-за того, что масла не было. Ага. В молодости. Поэтому, пускай лучше литр лежит. Лежит. И вот я буду знать, что он есть. Правильно. Так, солька. Солька. И масло. Вы будете с удой кушать винегретики? А? Винегрет? Да. Буду. Так. Винегрет с манезом я люблю помешать. Ааа, я шо говорила вам? Офигенно. Ааа, я только с вами договорила. Как раз, что я делаю с маслом. Папка все равно с этим смешивает. Потом с манонеско. Сюда классно. Винегрет домашнее масло пахучее. Но у меня нет. Кстати, надо купить, чтобы дома бутылочкам. Вернее, у меня есть, но оно это. Оно, когда долго стоит, оно начинает вонять старым. Кстати, его надо выкинуть в эту бутылку. Вон, смотрите, видите? Чуть-чуть есть. Но оно очень давно стоит. И этот самый, ну такое как прогорклое, или как называть, его надо выкинуть, чтобы оно место не занимало. Докупить маленькую бутылочку. Так, все, Папка, сейчас я уже заканчиваю. Давай, Мать. Мать все утро гуляет, да? Да, блин, я не знаю. Она звоню ей, говорю, в художку идешь. Она говорит, что я сказала, не идти. Держу, здрасте. Не, а как это идти в художку? Я тоже... Ты тоже против, да? Против, да. А что я учительнице скажу? Может, позвонить или вообще не стоит звонить? Вроде для всех учреждений объявили гарантию. Или, может, вы не соблюдаете законы государства, что-то может быть. А этот самый... Я не этот... Не знаю. Карантин для чего объявляется? Чтобы дети не болели гриппом. Не, ну, логически так, да? Да не логически, а по-всякому, блин. Он по-другому не объявляется. Карантин он для того, чтобы не заразить детей. А там они что делают? Они собираются... Ну, у меня нет папка этот самый номер. Она мне звонила, вот какой-то из этих номеров ее. А какой? Фиг его знает. Она звонила, когда мы в дороге были. Мы ехали 25-го числа, да? А, да. Она еще говорила что-то непонятное, да? Ну, что Лена много пропускает. Да. Вдруг это вообще не ее номер? Не ее номер? А кто еще? 36 секунд разговор был. 17-38, да? А как ее зовут? Зачем? У Лены я сейчас спрошу. А, ну, давай. Ну, чтобы я хотя бы удостоверилась, что это она. Собашка. Сейчас. Режет, смотрит на меня. Собашка классная. Милая, милая, милые собаки. Алло, Лен, как зовут твою учительницу в художке? Ирина Петровна, да? Я сейчас позвоню, она спрошу. Давай, давай. Ирина Петровна. А, у меня, подожди, на этом номере нет же... Это ж... Видели, видели такой телефон кнопочный? Маленький, маленький. Этот самый. С другого надо. Сейчас. Позвони, скажи. Ирина Петровна, что за зигня? Да. 0,96. А, что я оглашаю в нашу номер в YouTube, блин. Так, сейчас. Он крутится-вертится сейчас. Крутится-вертится шар голубой. Ирина Петровна? Крутится-вертится над головой. Алло, здравствуйте. Это Ирина Петровна? Это мама Лены Беляевой. Я хотела спросить насчет вот этого, что в школе карантин объявили, а в художке все равно... Ясно. А смысл тогда карантина, что дети больные, а в скоплении все равно ходит, там же, как большое скопление. То есть у вас не было указа прекратить работу, да, художественную? Ясно, ясно, ясно. Хорошо, всего доброго, до свидания. Не было указа. Я пока выговорю. Нет, ходить. Кто болеет, не ходят, а все ходят. У них указа не было. Типа, только в школах. А что это? А это художественная школа искусств. А разница? Ну, не знаю. Вирус он что, школу искусств не посещает? Я не знаю, папа. Он только... Школы общеобразовательные? Прикольно. Я даже не знал. Не знаю. Ну, скажем, как бы через день ходит, пускай сегодня сходит. Они все равно гуляют. Сегодня два урока. Вот, на Вайбер. Прислали. За информацией южноукраинского... МИСК районного отдела лабораторных исследований. Ну, они выявили, что сильно большой уровень заболеваемости среди детей. За рекомендацию специалистов территориальных подразделений госпродспожслужбы и комиссии МУЗУ принято решение восстановить обучение. Я, 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 без, чтобы покурить не разберешься, придется покурить, вот, тогда мозг прояснится. У нас же слишком много названий, и я так ни одного не понял. Это должна какая-то санэпидемстанция, блин, или что это раньше было. Короче, сейчас я не знаю, как тут перевести по-укрански, считаю, решение. Призупинити навчальный та выховный процесс в загальноосвитних навчальных закладах, запятая, та межшкельному навчально-выробничому комбинате. То есть межшкольные обучающие. Так это и есть межшкольная художественная школа. Короче, ребят, вот такая вот непонятная фигня. Представляете? Ну, не знаю я, что делать. Ну, сейчас решим, надо переходить, и он будет решать. Готов. Девчонки, все готовим винегрет! Субтитры сделал DimaTorzok